Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами Казахстанская фондовая бежа. 16 апреля на нашем рынке ценных бумаг произошло малоприятное событие. Подросший с начала года на 9% индекс КАСЕ упал на 2,7%. Спровоцировало это падение простые акции Казахтелеком, цена которых рухнула почти на 13%. Причина – распродажа акций на 474 миллиона тенге, весьма крупную сумму для акций одного наименования на нашем рынке. Распродажа продолжалась до 25 апреля, причем объем сделок 19 апреля по этой бумаге достиг 1 миллиарда тенге. А суммарный объем с 16 по 25 апреля по Казахтелекому превысил 2 миллиарда 880 миллионов тенге. К 25 апреля эти акции потеряли 23% своей стоимости, но потом несколько восстановились. И все это в преддверии ожидаемого IPO, которое должно состояться по объявленному в мае. Акции Казахтелекома, в который раз уже показали свой крутой нрав. Однако 16 апреля стал падать не только Казахтелеком. Падать стали почти все акции индекса КАСЕ. С этого дня до конца апреля Казминерлс потерял более 10% своей стоимости, Казтрансойл – более 9%, Халыкбанк – более 8,5%, КИГОК – 1,2%. Все это обошлось нашему индексу потерей 7,2% его стоимости, в результате чего он упустился до уровня середины февраля. Сейчас нет дефицита в аналитике, факты, предположения, слухи, прогнозы сыпятся со всех сторон, только успевая читать. И вот сегодня мы решили попытаться обобщить всю эту информацию и понять, что произошло, что из этого следует и что с этим делать. Нам в студии сегодня помогают два аналитика. Это Маржан Миланович, директор аналитического департамента, член правления Центра Секьюритис и Нурлан Ашин, директор департамента аналитики Казкомерс Секьюритис. Здравствуйте, коллеги. Спасибо большое, что пришли. Давайте мы начнем, Нурлан, с вас. Начнем с Казахтелекома. Ну, что, собственно, произошло? Чем вызвана, на ваш взгляд, распродажа? И как это связано с тем миноритарным спором, спором миноритариев, которые мы наблюдаем вот в этом году? Ну, как бы, основными причинами, в принципе, я вижу три причины. То есть, первая причина – это, ну, вот это основное падение, которое произошло по акциям Казахтелекома, совпало с объявлением о получении Кеселом штрафа в рамках договоренности с Картел. О том, что они до этого наговаривались совместно строить станции, телекоммуникационные станции. И в рамках приобретения Казахтелекома Кесела данный договор был расторжен. И в итоге с помощью подсчета независимых оценщиков было решено выставить штраф в размере 14,5 миллиардов тенге. Второй причиной называется это судебный иск, который в данный момент идет между миноритарными акционерами Казахтелекома и Казахтелекома самого. По дате данный иск уже длится довольно давно. И, как бы, отчасти, может быть, если какие-либо новые новости были бы, то есть, может быть, можно было бы сравнить, связать вот это падение с данным событием. Однако никаких-либо событий не было, поэтому столь значительное падение, как бы, ну, я напрямую затрудняюсь связать именно с датой. Ну, третья причина, я считаю, это, возможно, какие-либо спекулятивные действия. То есть, как мы знаем, у нас на рынке Кассе, например, можно пользоваться инструментами шорт, ну, через прямое репо. Также, как бы, возможно, были какие-то либо спекулятивные, да, распродажи с целью, возможно, подобрать по более дешевой цене. Ну, пользуясь как раз-таки вот этими событиями, которые связаны с иском, судебным разбирательством, с миноритариями и с объявлением штрафа. Маржан, согласна в целом с причинами? В целом, да, да, согласна. Единственное, что я думаю, что все-таки больше повлияло именно дело миноритариев, поскольку вопросы вообще касательно миноритариев очень чувствительны для компаний, чьи акции торгуются на фондовых рынках. Поэтому именно успех, да, решения этого вопроса очень сильно, я думаю, что в последующем может повлиять на акции. Я, кстати, на самом деле, ну, когда миноритарии подали этот иск, акции же упали, но вот я лично не считал, что вот то падение январское, да, если мне не изменяет память, оно связано именно с подачей этого иска. Мне представляется, на самом деле, что та сумма, которую Казахтелеком вынужден был занять для покупки KSL, это очень крупная сумма, мы видели этот выпуск облигаций, и вот, собственно, она и оказала решающее влияние на поведение многих инвесторов. Эта сумма в результате квартальной отчетности, мы ее увидели уже в отчетности со всеми вытекающими последствиями, и вот некоторые из них, и в том числе эти миноритарии, насколько я понимаю, да, они и вот этот факт расценивают как отрицательный. Скажите, пожалуйста, такой был слух в достаточно известном информационном канале, что вот эти миноритарии боролись-боролись, боролись-боролись, а потом им взяли, надоели, и они взяли и слили все эти акции, и этим, собственно, и объясняется падение. Как вы считаете, это вообще реально, нет? Ну, я думаю, что все-таки данные миноритарии, ну, сложно поверить в то, что данные миноритарии просто взяли и сдались. А суд же продолжается, насколько я понимаю? Да, да. То есть, если данные миноритарии ждут решения суда, они должны предъявить эти акции по обратному выкуку. Соответственно, продавать эти акции сейчас не имеет никакой логической предпосылки, потому что если они сейчас продадут и не смогут обратно выкупить по более низкой цене, то просто они, ну, в данном случае просто пролетают. Поэтому, ну, я думаю, что... Эту причину отодвигают. Да, эту причину отодвигают, потому что я думаю, эти миноритарии держат эти акции для того, чтобы по итогам суда предъявить эти акции. Окей, 14 с лишним миллиардов платеж, трав. Почему упал, собственно говоря, Казах Телеком, а не КСЛ? Ведь самое поразительное, что, если говорить с 15 апреля по сегодняшний день, как раз КСЛ-то выглядит лучше всех фактически. Ну, не считая там банк-центр кредит в индексе. Почему? Я считаю, что в любом случае, поскольку Казах Телеком является материнской компанией теперь КСЛ, и такой значительный штраф в размере 14,5 миллиардов, на самом деле, в конечном итоге, скорее всего, отродится на консолидированных результатах материнской компании. Возможно, поэтому Казах Телеком больше отреагировал на эту новость. В любом случае, как я уже говорила, что Казах Телеком падал не только на этой новости, но и были другие причины. Касательно КСЛ, мы считаем, что все-таки там, скорее всего, есть какой-то спекулятивный спрос, почему акции КСЛ в целом держатся. Хотя мы уже знаем, что этот довольно крупный штраф уже сел на финансовых результатах КСЛ за первый квартал. И в итоге КСЛ показал около 9 миллиардов убытка. Причем акции практически не отреагировали, на самом деле, до сегодняшнего дня. Скорее всего, здесь спекулятивный очень большой спрос, наверное, на КСЛ, потому что мы уже давно сами рекомендуем эту акцию к продаже, поскольку видим, что финансовые результаты ухудшаются. Однако есть потенциал в любом случае у акции КСЛ в будущем за счет операционной синергии, возможно, с компанией Altel. Мы в любом случае ждем, на самом деле, каких-то новостей от Казахтелекома по дальнейшему развитию КСЛ и Altel. Думаю, что от этого тоже, наверное, зависит. Вернемся все-таки к Казахтелекому. Как вы считаете, Нурлан, вот эти сделки, ну вот полмиллиарда, потом еще чуть меньше полмиллиарда, на следующий день один миллиард по Казахтелекому. Это договорные сделки или все-таки это сделки с вовлечением широкого количества розничных инвесторов? Все-таки я считаю, что вот этого объема, который вы озвучили, основную долю, естественно, сыграли какие-то определенные крупные игроки. И сложно исключить тот факт, что данные сделки, возможно, были договорные в целях каких-либо спекулятивных действий. Потому что, да, в сети тоже озвучивалось мнение, что наш рынок, он не может обладать такой емкостью. Если тут 2 миллиарда продают, то, естественно, это договорные сделки. По Казахтелекому игроки, да. На самом деле, да, то есть там, ну, видно было, те, кто увидел это все в стакане, да, что большое количество инвесторов на самом деле стояло. И с той, и с другой стороны, поэтому я где-то, в общем, к вам присоединяюсь. Но почему вот инвесторы так нервно вообще реагируют вот на все это дело? Вот я все-таки не верю, что главное конфликт. Скажите, ваше мнение, может ли это быть связано с грядущим СПО? Ну, например, такая идея. Сейчас опустить пониже Казахтелеком, это повлияет на оценку самрука, который будет цену размещения откорректирует вниз. И в результате для инвесторов будет хороший запас для того, чтобы акция дальше росла. Потому что фундаментальные показатели Казахтелеком, насколько я понимаю, сильные. Но мы к этому еще вернемся. Как вы оцениваете такую гипотезу? В принципе, это возможно или это бред? Ну, в принципе, данную гипотезу полностью исключить нельзя. Но все-таки я склоняюсь, что все-таки были больше спекулятивные действия со стороны каких-либо игроков для того, чтобы заработать на этом. Ну, а то, что это более стратегическая такая цель, ну, тоже исключать я не могу в данный момент. Потому что разные события, на самом деле, могут иметь место быть. Ваше мнение, Маржан? Ну, кроме того, я считаю, что, возможно, некоторые инвесторы специально фиксировались по акции компании на кассе, чтобы иметь свободный денежный срез для того, чтобы инвестироваться потом на инвестор. Вот такое вот влияние может быть, да. Потому что размещение-то будет на другой площадке, естественно, да. То есть, да, тоже, кстати, интересная, интересная, достаточная идея. Поскольку сроки уже в мае, поэтому... Другое дело фиксироваться вот именно на этой же акции, которую потом надо будет покупать. В целом, скажите, пожалуйста, коллеги, как вы считаете, инвесторы готовы эту яму выкупать, показав телеком? Ну, мы сейчас говорим о фундаментальных показателях, о фундаментальной перспективе, да. Ну, если смотреть с точки зрения, например, довольно популярных мультипликаторов, то есть EV и EBITDA, да, то есть справедливая стоимость предприятия на показатели EBITDA. Средний показатель по развивающимся рынкам Азии и Восточной Европе, по телекоммуникационным отраслям, отрасли, средняя EV и EBITDA составляет 6 коэффициентов. По российским аналогам данный коэффициент составляет 5. У телекома данный коэффициент в данный момент составляет 3,9. То есть это говорит о том, что казахтелеком, ну, крайне недооценен. Ладно, допустим, представим, что тут в цене сидят, ну, последнее падение сидят такие факторы, как штраф в размере 14. 4,5 миллиардов тенге и потенциальный выкуп от миноритарев. На выкуп подали 0,2%, то есть 22 тысячи акций по публичной информации. Эффект на акцию примерно составляет 77 тенге. То есть сейчас в данный момент спор больше идет не сколько, купить или не купить, а спор идет по цене. Но даже если мы возьмем худший сценарий для казахтелекома, эффект на акцию 77 тенге. Эффект на акцию от выплаты штрафа в размере 14,5 миллиардов тенге – 1360. В итоге эффект, то есть 1437 тенге. А насколько упал казахтелеком? Он упал на 5 тысяч тенге. То есть в данный момент фундаментальных причин этому падению, именно с точки зрения финансовых показателей, абсолютно нет. Мы считаем, данная была бы своего рода panic sale, то есть панические распродажи. И этой панической распродажи, точнее наоборот, эту паническую распродажу, возможно, начали крупные игроки, спекулируя на этом. И для цели их в дальнейшем заработать на этом. Ваше мнение? Мы считаем, что тоже казахтелеком фундаментально довольно стабильная компания, финансовые показатели хорошие. Тем более, что после приобретения KSL казахтелеком стал монополистом на телеконационном рынке Казахстана. Как уже мой коллега Нурлан отметил, этот рынок есть еще куда расти этому рынку. Поэтому думаю, что интерес именно к казахтелекому есть, есть потенциал роста. Однако очень важно сейчас решить вопрос с миноритариями. И вы думаете, что это окажет существенно? То есть решение этого спора окажет какое-то очень серьезное влияние на цену, вы думаете так? Поскольку ожидается, что при размещении на ФЦА спрос будет со стороны иностранных инвесторов, а иностранные инвесторы довольно чувствительно относятся к таким вопросам. А вы думаете, что будет спрос со стороны иностранных инвесторов? Есть основания полагать, да? Мы думаем, что есть, поскольку компания планирует размещение на ФЦА для того, чтобы больше привлечь иностранных инвесторов. С разными инвесторами тоже разговариваем. Интерес довольно есть. Естественно, вопрос цены актуален. За дорого никто не будет покупать. Но при определенных хороших показателях, хороших ценах, я думаю, текущие цены, может быть, даже цены выше 30 тысяч, вполне привлекательны. По нашей оценке, например, справедливая стоимость Казахтелеком составляет 39 тысяч тенге. — А, кстати, размещение будет в долларах или в тенге? — Это вопрос еще неизвестен, в принципе. — Да, он еще неизвестен, но в какой бы валюте он ни был, я считаю, что тут валютный риск присутствует на тенге. То есть, окей, он будет номинирован в долларах США, но если будет девальвация, он будет падать на ту же сумму. То есть, поэтому это не долларовый актив, потому что выручка компаний в тенге. — Я, соответственно, говорю, что иностранные инвесторы, да, вот они на сколько пойдут, если размещение будет в тенге? Это вот такой вопрос. — Вот теперь вот что. В подводке к нашей передаче я сказал, что Казахтелеком в очередной раз показал свой крутой нрав. Я всегда считал, что эта бумага, она одна из самых сложных, из ликвидных на казахстанском рынке. Это, конечно, не Кастронсойл, вот, и это даже не ГИГОК, поэтому ее всегда очень сильно волатилят. Сейчас вы видите этот график на экране, что, ну, в общем, очень большой разброс цены. Вы будете рекомендовать Казахтелеком покупать своим розничным инвесторам? — Или брокеры всегда рекомендуют покупать? Всегда? — Ну, брокеры не всегда, на самом деле, рекомендуют. Это все зависит от целевой цены, которую мы рассчитываем. Вы спрашиваете касательно размещения на МФЦА или сейчас? — Размещение на МФЦА. Да, собственно, и вообще, на самом деле. — Да и вообще, я уже сказал, что компания довольно интересна, но именно рекомендация к покупке, скорее всего, будет зависеть от цены. От цены и валюты размещения. Это что касаемо размещения на МФЦА. А что касательно на КАСЕ, наша текущая рекомендация сейчас держать, потому что все-таки мы считаем, что есть потенциал, но, однако, есть риски, и мы ждем, как эти риски сейчас реализуются для компании. — Ваша позиция. — Ну, тоже, да, я соглашусь с Маржан в том плане, что вопрос рекомендаций будет зависеть от цены размещения. То есть, если по нашим оценкам, например, будет потенциал роста, то однозначно мы будем рекомендовать. То есть, да, то есть Казахтелеком, она компания очень интересная, очень перспективная, то есть интересуются как бы как и физики, так и юрики. При текущих ценах мы считаем, что акция крайне недооценена. Ну, как бы, опять же, я сказал, это был панический раз продажи, и мы считаем, что при стабилизации ситуации с миноритариями, то есть акции, ну, как бы, значительно подрастут. — Хорошо, давайте пойдем немножко дальше. А, еще один вопрос. Как вы считаете, вообще этот риск как-то захеджировать могут инвесторы вот такой волатильности высокой? Ну, как-то вообще это возможно? Что-то вы предлагаете своим инвесторам по этому поводу? — С точки зрения хеджирования в плане, в принципе, инвестиций или же именно инвестиций в Казахтелеком, например, или подобные акции? Ну, вот, как бы я сказал бы, что вот покупайте Казахтелеком, мне говорят, да нет, страшно, а вы им раз что-то и говорите. Ну, вот, если вы купите, и потом вам станет очень страшно, начнет падать, то вот что-то мы тут сделаем. — Ну, у нас нет таких инструментов, которые, ну, позволят избежать подобную волатильность. То есть, покупая одну определенную акцию, и эта акция, если волатильная, то, ну, я думаю, нет таких инструментов, которые могут позволить захеджировать. — При покупке инвестор должен уже понимать. — Понятно. Он должен взять на себя этот риск. — Остальные бумаги. Каз Трансойл. Почему они устремились вниз? — Ну, падение акций Каз Трансойл однозначно связано с решением Совета директоров о выплате дивидендов в размере 104 тенгена акций. — Мало? — Очень мало. — То есть, рынок ожидал больше, да? — 160. — Бумага такая, выраженно дивидендная, да? — Абсолютно верно. — Однако, будем ждать общее собрание акционеров. Возможно, на этом собрании размер дивиденда может измениться, на самом деле. Но пока предложение ниже, чем в прошлом году, и дивидендная доходность выходит около 8%, а это ниже депозитов, которые в тенге. В целом, той доходности, которую компания придерживала. — Костров, что вы сбаловывали своих инвесторов. — Хорошо. Ну, Казминералс. — Ну, падение Казминералс, оно как бы, акции Казминералс на косе, они неукословно следуют акциям Казминералс на Лондоне. — Да. То есть там акции, они абсолютно никак не связаны с Казахстаном, никак не связаны. То есть они больше ориентируются на рынок меди и как бы на глобальное настроение инвестирования в эту отрасль. То есть мы считаем, что была просто стандартная фиксация прибыли после значительного роста. Так же следовало падению цены на медь. — Причем на фоне хорошей отчетности, на самом деле, да? — Да, производственные результаты, то есть 70 тысяч тонн меди. То есть оно, в принципе, как бы в рамках ожиданий на правильную погоду. — Связано ли то, что вот, в принципе, был достаточно продолжительный рост с тем, что успокоили все по поводу приобретения поименского месторождения на Чукотке? Как вы считаете? — Я думаю, что пока да. Пока эта новость никак не влияет на стоимость. То есть когда только объявили, что стоимость, конечно, очень сильно отреагировала. Но сейчас инвесторы больше ориентированы на производственные, на финансовые показатели компании, которые довольно сильны за 2018 год. И мы считаем, что коррекция этих акций произошла, скорее всего, на снижение цен на медь, поскольку мы видели, что после середины апреля цены на медь были волатильные, были больше, снижались, скорее всего, на фоне торговых споров. — Понятно. У нас еще остался халык. Ну, не будем КИГОК трогать, там всего полтора процента, даже меньше, хорошие позиции. Что с халыком не так? — Ну, у халыка по решению годового общего собрания акционеров было принято решение о выплате дивидендов в размере 10.78 тенге на акцию. Дата фиксации реестра была 22 апреля, однако с учетом нашей торговой системы Т плюс 2 фактическая ex-dividend date, то есть дата, в которой инвестор уже не может получить дивиденд, была 18 апреля. И на практике, как бы, после дата фиксации, фактически, дата фиксации акция падает на дивиденд. — Все закономерно, понятно. — Закономерно. — Все сошлось в одной точке. — Да. — То есть просто идеальный шторм произошел? — Да, да, да. И вот в связи с этим возникает очень интересный вопрос. Индекс Кассия — это национальный фактически фондовый индекс на сегодняшний день. К сожалению, там только 7 бумаг. Мы очень сильно стараемся. Вы, я надеюсь, тоже очень сильно стараетесь. Все стараются, чтобы там было больше бумаг, но пока не получается. Вот скажите, пожалуйста, такой вопрос. Как, по вашему мнению, насколько вот этот национальный индекс, можно воспринимать его движение как индикатор вообще состояния дел в казахстанской экономике? Вопрос к вам. — На самом деле, исходя из истории, да, то, что индекс с начала года просел именно на корпоративных событиях отдельных компаний, мы считаем, что все-таки динамика индекса в первую очередь отражает именно корпоративные события тех эмитентов, которые включены в индекс. Но другой вопрос, на корпоративные события эмитентов могут повлиять какие-либо макроэкономические новости страны. Вот, поэтому мы продержимся больше того, что индекс больше отражает именно корпоративный сектор. — Ну, на самом деле, да, то есть им всегда управляли, как бы, в основном, корпоративной историей. Но вы очень хорошо заметили, да, ну, на корпоративной истории, да, и экономической ситуации, даже где-то политической, не имею в виду выборы, но вот, например, история там с разведкой добычи, казманной газ, да, с делистингами и так далее, это же тоже все-таки какая-то, в принципе, политика. Ваше мнение? — Ну, в принципе, я согласен с Маржан, то, что все-таки, ну, по моим тоже наблюдениям, да, в основном на индекс кассе, ну, так как у нас не так много акций в индексе, то все-таки больше корпоративные определенные отдельные события влияют на поведение индекса. Ну, конечно же, есть, также влияет увеличение ожиданий по девальвации тенге, но это уже, как бы, в меньшей степени. — Я вот хотел, это был мой следующий вопрос, да, потому что есть мнение, в принципе, да, сейчас в сети, что вот есть какие-то ожидания, да, хотя категорически против этого, никогда у нас там на выборы не реагировал вообще курс, но есть вот какие-то ожидания, и инвесторы уходят валютные инструменты, есть отток и так далее и тому подобное. Хорошо, ну и последний вопрос, я понимаю, что он очень неудобный, очень коротко я прошу ответить, мы дальше будем падать или будем расти? Ну, так, хотя бы до конца полугодия. Ну, мы считаем, что как раз к концу полугодия, скорее всего, придется время дивидендных отсечек по другим компаниям, поэтому индекс, скорее всего, тоже немножко просядет, но тоже, как мы уже говорили, зависит решение по Казахтелекому в случае успешного завершения. Индекс, конечно, до конца полугодия может показать ее рост. С учетом того, что мы ожидаем значительного роста по акциям Казахтелеком, то есть они будут расти, мы думаем, что акции Халака тоже могут показать положительную динамику. Акции Каз Трансуэл с учетом отсечения по дивидендам, они упадут на размер дивидендов, может быть, на чуть меньше. Но в целом, учитывая все эти факторы, мы думаем, что все-таки динамика в целом будет положительная, и в оставшийся период до конца первого полугодия я ожидаю положительную динамику по индексу Казахтелеку. Спасибо большое. Спасибо большое, коллеги. Не буду тратить много времени на выводы. Что нам удалось выяснить, это самое главное. Ну, самое главное, что, наверное, какие-то девальвационные ожидания на индекс не влияют. Наши эксперты сейчас утверждают, что индексом управляет корпоративной историей, и вот все это сошлось как бы в одну точку, и, собственно говоря, это вызвало то падение индекса, которое мы наблюдали, к концу апреля. Но при этом вы слышали, что наши эксперты не склонны драматизировать ситуацию, и, в принципе, мы видим на рынке, что инвесторы в целом готовы выкупать эту яму. На этом я заканчиваю. Я поздравляю всех телезрителей с майскими праздниками. С вами был Казкомерд Секьюрити, Сентр Секьюрити, Казахстанская фондовая биржа. И я желаю вам удачных инвестиций. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин